МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомелюстуды и працуя Александр Гамоля. Глядите вы к этому выпуску. Ключевая задача – дальнейший устойливый экономический рост региона. На посяжении гомельского был выконкам, а сегодня мерковали выники первого полгода. Горячая компания на контроле и агрономов, и супрацовников МНС. Экипажи пожарно-вартовальной техники упали побольше с комбайнами. Стабильность, якость, профессионализм. У Гомеля отбылся врачистый сход с нагоды дня чагуношника. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Продукциенность, працы, новое рабочее место, экспорт товаров и послуг. На посяжении гомельского был выконкам, а сегодня мерковали выники социально-экономичного развития региона в первом полгодии. Пять из семи запланованных показчиков выконаны. В особенных сферах варта узмацнить намагание. Дмитрий Котов, протягнем. Первые шесть месяцев года отримались напруженными. Не выконаны показчик по валовым региональным продукте. При прогнозе 101,5% выник 100,5%. Иснуют объективные причины. На ситуацию кардинальным чином повплывал выпадок с заборудженной нафтой, якая трапила у трубопровод «Дружба». Простой должной больше как месяц не дозволил добрать 0,9 ВРП. Повные проблемы зараз истнуют и у сельской господарцы, связанные они со снижением вытворчестисти мяса. Однако, это не критично. В наступном поугодии страты будут компенсованы со сбором нового уроджая. По остатних сферах динамика позитивная. Если говорить по показателям, то определенно радует показатель внешней торговли. Область находится в годовых прогнозных показателях. По экспорту товаров на уровне 110%, по экспорту услуг на уровне 108%. Поэтому позицию мы будем укреплять. Понимая, что работа на внешних рынках – это увеличение тех же объемов при практически постоянном внутреннем спросе. Диверсификация экспорту по ранейшемуся род основных задач, калеразмома и депрознешний гандаль. Активно осваиваются новые рынки в полночной Африке и Ближнего Усходу. Все больше товаров, выработанных на Гомельшине, отправляют в Китай. Самая запотребованная – продукция молочной перепроцовки, металлургия, сельского господарча, техника. Важным накерунком для развития господарча комплексу застаётся створение новых вытворчеств и, отповедно, новых прационных мест. По итогам полугодия у нас создано 348 новых предприятий. Ряд предприятий пока ещё на уровне микро и малых предприятий. Но мы надеемся, что они в дальнейшем будут развиваться. Поэтому по предварительной оценке те задачи выполнены. Трудоустроено более 3000 человек нам, созданы рабочие места, в том числе на предприятие, созданное в этом году. Уже трудоустроено более 500 человек. Ещё одна позитивная тенденция – рост средней заработной платы. По выниках опошнего с правоздачного месяца полугодия, червеня, она склала 970 рублёв. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Захавать у Раджаи и собрать его без трат – харчовых и техничных. Эта задача зараз главная для всех агрария Украины. Залог поспеху не только в оптимальном надворье и профессионализме комбайнеров, а и в выконании техники безопасности. До уборочной кампании долучились специалисты МНС. Вратовальная техника у полной готовности. В тандеме всех заденничных службов удалось досягнуть отзнаки больше 3,5 млн тонн. По кашеке нашего региона – 53% обмолоченных площадь и больше за 400 тыс. тонн собранного збожия. Стратегия и тактика белорусских хлеборобов в наступном репортаже. Змитрий Лабанов убирает хлеб уже девятый сезон. Профессию и секретный успех упиранял от батьки. Династию протягивает достойно. Правда, признается, сё лета – соправдный экзамен, его мастерство. Устроила надворья. Первые месяцы очень сильно засушило. И когда пошли дожди, уже, можно сказать, они были не к месту. Мы стараемся подобрать всё оставшееся зерно с минимальными потерями. Ну и работаем с утра до вечера. У таких умовах гомельским аграрам приходится прасовать не первый год. Тому вы решили переглядить структуру поселных площадь. Сделали упор больше на азимую рожь. То есть уменьшили площадь азимого тратикали и яровых культур. Также сократили площадь азимого рапса. Плюс также вводим в структуру многолетние травы. Коррексероку зробят с единоступной поселной. Так поступят усюды, где сутокнулись с климатичными аномалиями. Задача – метрологичные минусы – переутворить у плюсы для аграрной сферы. Добрый день. Гомельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Покажите, пожалуйста, свои первичные средства пожаротушения. Добрый день. Огнетушитель один, огнетушитель второй. Там наверху тоже есть огнетушитель. Допомогают аграрам у полях и воротовальники. Готовность пожарной техники круглосуточная. Побыч с комбайнами, экипажи пожарной службы. С целью обеспечения пожарной безопасности органами Государственного пожарного надзора Гомельской области проводятся надзорные мероприятия. Это рейды, выборочные проверки, мониторинги. Только за прошедшую неделю работниками МЧС области были проверены 15 субъектов хозяйствования и 199 объектов, задействованные на уборке урожая. А вообще какие нарушения чаще всего? Чаще всего у нас, если брать уборочную компанию, наличие неисправной техники, приличный средств пожаротушения, затем опашка нет, но предположим. Если брать конкретно по местам сохранения уборки урожая, то там получается у нас, ну, где-то инструктажи не пройдены, где-то также неисправные первичные средства пожаротушения. У вазе огульный каравай Беларуси прибавляет уполнено. У бункеры льется уже четвертый миллион тонн зерня. Комбайны по всей краине рухаются до середины дистанции. Пройдена колья миллиона убранных гектаров. Вольга Коновалова, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовин. Что год у першую неделю жнивня свое профессийное свято, День шагуношника означают супрацовники стальных магистралей Беларуси. С гэтой нагоды у Палацы культуры шагуношников пройшел урочистый сход и ушанование передовиков в творчестве. Наш корреспондент Ганна Коральчук долучилася до веншаванню. Беларуская чагунка – не только лидер национальной системы перевоза, калей и один из найбуйнейших процедавцев в Украине. На чагунце працую каля 80 тысяч человек. За их 15% в гомельском отделении. Для регионах это стратегично важное предприемство, связанное с реальным сектором экономики. За полгода перевезено больше за 6 миллионов человек и 22 миллионы тонн грузов. Гомельские чагуношники все лет распорцевали и укранили 37 рационализаторских пропанов, которые скоротели простой вагонов и зэкономили ресурсы. Те, кто унес у огольный поспех, значительно особистый уклад, на передо дни профессийных освят отримали у Знагорода. Свою трудовую деятельность начал на станции Жлобин. Прошел от оператора по централизации до инженера по охране труда. В 2011 году перевелся начальником станции Рогачев. Работа интересная, разнообразная. В моем подчинении 28 человек – это люди разного характера. То есть и профессии, начиная от станционного рабочего, заканчивая дежурным по железной дорожной станции. Как есть мужчины, так и женщины. Ну и с каждым надо, конечно, иметь свой подход. Поддяки, гоноровые грамоты и нагрудные знаки Министерства транспорта, Управления Белорусской Чигунки и Гомельского отделения, а так само Профессийного союза. Яны в арте этого. В первом погоде с 2019 года Гомельское отделение Белорусской Чигунки заняло первое место в Голеновом споборнестве. А кроме того, предприемство «Гомель-Чигун-Дортранс» занесено на республиканскую дожку гонору по выниках работы за минулый год. У той же час сами чигуночники расповедают, что не только працей наполнено их життё. Наравне с высокими вытворчими показчиками развивается Гомельское отделение и у социальной сферы. У нас на железной дороге есть традиции. Мы ездим на спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия. Со всех наших структурных подразделений собираются команды. Мы участвуем. Очень-очень такие соревнования у нас активные. И в итоге занимаем места. Я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, благополучия, о Белорусской железной дороге процветания и, соответственно, выполнение заданных показателей на уровне 100% и выше. 230 человек, среди которых керавники, специалисты и рабочие отзначены под час урочистого мероприятия за свои досягнение. На сцене Палаца культуры чигуночников яны так само отримали у знагорода и веншивания от областной и городской уладов, советов депутатов и администрации районов. Наш город дал путевку в жизнь и профессиональные навыки многим же издорожникам Республики Беларусь, да и далеко за пределами нашей страны. Крепкого вам здоровья, добра и тепла ваших семьях. Ну и, как говорится, пускай любым вашим начинанием светит зеленый свет семафоров. Ганна Коральчук, Василия Сипцов, Телерадио Компания «Гомель». Прислуховываться до проблемы пожадания у людей. На предприемстве «Гомеля» был пассажир «Транс». Сегодня отбылась промая телефонная линия. Звонки принимали на протягу двух годин. С воротов на промую телефонную линию, которая проводится раз в месяц, завсюды поступает шмат. Пишутся яны у основным открытия новых маршрутов пригородного, тих городского, громадского транспорта. Те измену руху уже уяснующих. До приклада, для «Гомеля» зараз одно из самых горячих пытаний обеспечить потребы в маршрутном транспорте жихаров новых микрорайонов. С первого вероятеля, некоторые острые пытания будут сняты. Вопросы есть, особенно по строящимся микрорайонам. Это, например, Шведская горка. Туда уже организованы и автобусные сообщения, и троллейбусы в этом году пошли. Но, однако, все движение организовано по улице Пениськова, и есть вопросы по улице Денисенко, которая огибает Шведскую горку. Сейчас мы рассматриваем вопросы об организации движения автобусов по улице Денисенко. Кроме того, есть вопросы по микрорайону «Хутор». Он довольно интенсивно застраивается, но транспортное сообщение там на данный момент недостаточно. С первого сентября мы планируем добавить туда еще один автобус на 42-й маршрут. И рассматриваем вопрос об изменении схем движения по самому микрорайону «Хутор». То есть организации движения через улицу Жемчужную. Промые телефонные линии допомогают Саши за настроем и пожаданиями людей. Так само «Худ» корреговать и выправлять недохопы в работе. Лишись на гомеля был пассажир «Транс». И заповнивают – ни один зворот без отказа не застаётся. Стоп гандлю людьми. До сусветного дня боротьбы с гандлем людьми долучились и Гомельская областная организация «Червоного крыжа» и региональное отделение белорусской «Чегунки». И они провели профилактичную акцию, накерованную на информование громадян об факторах небеспеки при выезде за мяжу. Волонтеры раздавали буклеты и консультовали пассажиров по безопасным выезде за мяжу и пытаниях допомоги потерпелым. Сусветный день боротьбы с гандлем людьми был обвешен и Генеральный ассаблей ААН по пропонове Беларуси в 2013 году. Его мета – повысить информованность населенности по проблеме сучастного рабства. Подаденных международной организацией по миграции в свете от 21 года 36 миллионов ахвяр эксплуатации. Доля женщины и детей – больше, чем 70%. В Беларуси летать зарегистровано 136 выпадков гандлем людьми. З их 126 подверглись сексуальной эксплуатации. Кто тропляет у сетки гандлеров людьми и как это отбывается? Мы подчеркиваемся меркованием и досвеченностью гамельчан. Я думаю, что у нас в Беларуси это не распространено. Активно такого я не слышала, не встречалась. Я думаю, что для Беларуси это как-то более ужасно, может, законом и как-то не распространено это. Показывает у нас статистика, по-моему, очень малая по этому вопросу. Если честно, слышу первый раз про этот день. Знаю, что раньше, в старые времена присутствовало в нашем обществе. Слава Богу, это отошло, этого уже нет. Все люди должны быть свободны. В наше время прогресс настолько не стоит на месте, что мы можем опять вернуться в это общество. Могут попасть, конечно, девочки молодые в рабство. Это 18 лет, когда они хотят путешествовать. Это по новостям, конечно, безусловно. Я все слышала. Конечно, хотелось бы всех девочек предупредить. Мам тем более. Это лучше ехать с семьей, не отпускать своих деток, потому что не пригадаешь. Или ты это удачно съездил на отдых, или все-таки неудачно. Выкоронить проблему полностью покуль не отрымливается. Али правоохранные органы нашей краины сдольные здесь науплывать на ситуацию. Например, у Костричнику минулого года супрацовники МУС перекрыли два незвязанные помеж собой каналы вывозу гамильчанок за межут для сексуальной эксплуатации. По водле звездок международной организации по миграции, женщины удвоя частей, чем мужчины, трапляют у капкан продавцов живым товаром. Сексуальное рабство – прибытковый бизнес. Али и працовная эксплуатация – нередкая зъява. В нашей стране наиболее распространяна эксплуатация сексуальная и трудовое рабство, ну и, как показала практика, что были люди, у которых изымали органы с целью продажи. Кабы не стать ахвярой и гандл людьми, треба проверять дадзины и процедавцы перед тем, як отправиться за межу. Например, на сайте Министерства внутренних справ. Нельзя отдавать кому-нибудь свои документы. Звертаться с допомогой за межой треба у посольства, эти мастовые правоохованные органы. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Дело о квартирных махинациях. Финальная часть. Гомельские следователи завершили расследование в отношении сбежавшего фигуранта. Злоумышленник входил в состав организованной группы, члены которой совершали незаконные сделки с недвижимостью на территории области на протяжении пяти лет. В состав организованной преступной группы входило трое мужчин и две женщины. Они находили квартиры, собственники которых умерли и не имели наследников, а также владельцев недвижимости, задолжавших по оплате коммунальных услуг. Планомерно путем обмана мошенники склоняли владельцев продать квартиры и приобрести жилье меньшей площади на выгодных условиях. При этом заранее не намеревались исполнять взятые на себя обязанности. На основании собранных по делу доказатель следователи предъявили обвинение организатору и двум членам группы. Одна из подозреваемых скончалась еще до начала расследования. Пятый фигурант уголовного дела скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину задержали в июне. По результатам расследования уголовного дела, а также связи со вступившими в законную силу в июле текущего года изменениями в законодательстве, декриминализирующими отчасти статью 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это незаконная предпринимательская деятельность, скрывшемуся ранее от следствия фигуранту, предъявлено окончательное обвинение в совершении мошеннических действий, а именно в совершении действий, предусмотренных частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, мошенничество, совершенное повторно организованной группой в особо крупном размере. Думал подзаработать на краденом, но не удалось. В Мозере сотрудники отдела охраны задержали несостоявшегося вора на месте преступления. Неработающий местный житель, 83-го года рождения, пытался похистить запчасти из автомашины в одном из гаражных кооперативов райцентра. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, в отношении его возбуждено уголовное дело. Аналогичная судьба постигла и гомельчанина, который попытался демонстративно вынести из магазина несколько пар колготок. Инцидент произошел накануне днем в одном из гомельских магазинов. Посетитель подошел к прилавку, взял 8 упаковок колготок и попытался пройти с ними мимо кассы на виду у продавщицы и покупателей. Устные требования вернуть товар не заставили мужчину подчиниться. Он попытался убежать, но его задержал очевидец происшествия. На место происшествия прибыли оперативники. Они установили, что подозреваемый в совершении грабежа является 42-летний гомельчанин, который ранее был судим за совершение убийства. Мужчину толкнула на противоправный поступок любовь. Как он объяснил, он пытался взять товар для возлюбленной женщины, а храбрости к этому прибавил алкоголь. В настоящее время мужчина задержан, а по факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Не прошел мимо, вернее, не проехал. Участковый инспектор железнодорожного РОВД ездил по гомелю в поиске подучетного лица. Увидев пожар в одной из многоэтажек на Фадеево, он без промедления ринулся на спасение. Собравшиеся возле дома люди сообщили, что в квартире могут находиться двухлетняя девочка и пожилой мужчина-инвалид. Еще до прибытия спасателей, милиционеры вместе с местным жителем, вооружившись минимальной защитой, вошли в квартиру и вытащили на свежий воздух девочку. К этому моменту на ЧАЭС приехали пожарные. Милиционер сообщил спасателям, где может находиться еще один человек. Буквально через минуту на улице был и второй пострадавший. Состояние мужчины оценили как тяжелое. Подоспевшие медики быстро направили его в больницу каретой скорой медицинской помощи. К этому моменту из магазина вернулась мама девочки. Малышку вместе с ней также госпитализировали. Пожар ликвидировали спасатели. Причина возгорания устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. К этому часу это все новости. Следите за происшествиями вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В дагестанском городе Каспийск проходит 21-й международный турнир по боксу памяти Магомед Салама Умаханова. Гомельские спортсменки пробились в полуфинал соревнований. До решающих медальных поединков добрались Юлия Апанасович, Алина Вебера и Виктория Кебикова. Полуфинальные бои состоятся завтра. В 21-м мемориале Магомед Салама Умаханова принимают участие боксеры из 21 страны. Беларусь представляют исключительно девушки. Сегодня стартует розыгрыш Кубка Руслана Салея 2019 года. Хоккейный клуб «Гомель» на выезде играет с пинскими ястребами. 3 августа домашняя игра с Могилевым. Матч состоится в Жлобине. Напомню, что домашние поединки гомельская команда будет проводить в Жлобине и Бобруйске. Заявки рысей на турнир 29 хоккеистов. Жлобинский «Металлург» не допущен к участию в турнире. Команда Брянской области стала победителем открытой республиканской спартакиады среди инвалидов-колясочников «Золотое колесо». Соревнования проходили в Гомеле. Участие в спартакиаде принимали 8 команд. Всего около 60 спортсменов. Сильнейших определяли в дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе и гонках на инвалидных колясках. В общем, в зачете вслед за командой «Брянска» расположились дружины из Бобруйска и Жлобина. Гонбольному клубу «Гомель» нужен талисман. Причем придумать образ маскота предлагают болельщикам. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать графическое изображение талисмана, придумать ему имя и историю. Заявки принимают до 20 августа. Финалистов определят игроки и тренеры гонбольного «Гомеля». Победителя назовут болельщики по итогам голосования на официальной странице клуба в социальных сетях. Подробности можно найти на официальном сайте клуба. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова